Так, у вас тысяча вопросов, я прям просто в шоке, красавчики бы нас задавали мне столько вопросов, теперь мне нужно, теперь у меня есть много этих самых, как его, много тем, для того, чтобы побазарить на камеру. Константин Шукапура спрашивает, Рувим, расскажи про свою тачку, полезно там или нет, ну на самом деле много таких вопросов, там просто ему много лайков поставили, вот. Вот, я, наверное, отдельное видео сделаю про коммерческий автомобиль, вот, в бригаде, да, что он обязательно должен быть, и, наверное, он, скорее всего, выйдет на лайв-канале, я, может, что-нибудь пильну на лайв, а остальное, ну, а именно большое видео сделаю на основной канал, потому что это действительно незаменимый инструмент, то есть я сейчас, вот, я уже, ну, примерно полтора года, да, уже около двух. Ну, полтора точно, я уже владею этим автомобилем, и я хочу вам сказать так быстренько, да, в двух словах, что он сам себя кормит, и, ну, я не представляю уже работы без подобного автомобиля, то есть никакие универсалы там, или, как это, хэтчбеки, ну, либо же другое, это не сравнится с фургоном. То есть фургон именно цельнометаллический, потому что он, ну, во-первых, безопасен в плане того, что ты можешь, в принципе, что-то кинуть туда, и у тебя это не украдут. У меня два раза крали инструмент, то есть просто тупо били стекло, причем, я думаю, что это одни и те же люди, как бы просто тупо заднее стекло разбивали и что-то забирали оттуда. Ну, то есть один из случаев вообще был смешной, то есть у меня реально была открыта задняя дверь, ну, задняя дверь, центральный замок не сработал на двенашке, и, короче, задняя дверь была открыта, дебилы били стекло, то есть, ну, вот такая тема, то есть, как бы, причем в тот раз там вообще ничего не было, если первый раз меня прилично выставили, вот, второй раз я уже был умный, я уже, ну, понимаете, какая лень заносить домой инструмент, ну, короче, это просто пипец. То есть коммерческий автомобиль с электрическим кузовом реально круто, я расскажу об этом скоро. Ну, я думаю, на днях будет видео, на автомойку заеду, буду мыть, расскажу.